Ну что, продолжаем, Ольга? Кое-что я прояснил, но всё, что я прояснил, это имеет прямое отношение. Хоть лоб, бейтесь лбом об стенку, но если вы будете спать в гепатогенной зоне, вы будете всю жизнь болеть, лечиться и, в конце концов, не доживить до своих лет. Если это дерево в гепатогенной зоне, всё, что угодно делайте. Дошло до того, что их таблетками лечат, но понять, что она в гепатогенной зоне, ну нет такого понятия в теме разуме. Ну что ты будешь делать? А это же миллионы деревьев, пусть и сотни, и с десятками миллионов, несколько миллионов деревьев попадают в гепатогенную зону. А вы мне что здесь делаете? Вы мне пишите. А, Сергей Апитомник зимует на морозе, кстати. На морозе. А если вы там увидите вот такая куча этих самых, человеческий рост уже подарезана, и обрезка при упаковке, и просто обрезка деревьев на то, чтобы они давали одну ветку отрежать, даст 3-4, вот, и завалена целая куча этих, вы нигде не найдёте следу подмерзания, не то, что сухие ветки. Вот что есть, то есть. А теперь смотрите. Я не болту, я отвечаю, Ольга. Почему? Это ваш вопрос. Живут и плодоносят и без признаков болезни деревья, с которых ваш брат беспощадно из года в год нарезает черенки. По теории вашего брата, они даже живут и погибнут. Вот. А они у меня не гибнут. А я опять, понимаете? Вначале было выращивание здорового дерева. Вся страна, все садоводы жертвуют губительных посадок. Они просто об этом не знают. Я показывал фотографию, что делал доктор наук, который первый, последний раз взял лопату, но ему нужно было засветиться. Видимо, баллотироваться в эти, в Сен-Коры собирался. Ему нужно было самому засветиться в этом фильме. Представляете? И как в школе его учили, 50 лет назад, или там это, и тут вообще принято посадить. И он так же посадил. И бордючек, ума-то тут не надо. А и груши, которые погибают тысяча из тысячи в этих ямках. Ты что, какую ямочку сделал? И вот получается так. Вот это вот дерево, да? Персик. Это мой персик, это мой сарай. Вот. Опознавательный знак, вот этот шифер. Вот. Когда мне сожгли сад, я с него срезал все ветки. И он погиб. И еще три рядом с ним. Они все погибли. Вот. Поэтому я продолжаю утверждать, что у вас получается без признаков болезни, из года в год нарезая черенки. Болезни не было. Смотрите внимательно. У меня даже на персиках они самые слабые, казалось бы, самые нежные. Это же экзотика в Сибири. Единственное, сарай немного защищает от северного ветра. Чуть-чуть. И то он уже вылез. Фотографии воровали, да, несколько сайтов. А может уже несколько десятков. Я, когда я делал фотографии, я не думал даже приглядываться, есть ли болезни, нет ли болезни, есть ли дырки, нет ли дырок. Все ветки, я продавал тогда по 50 рублей в те годы. И все ветки до единого, потому что сад мне сожгли, потому что я в двух садиках работал. Там 3000, и тут 3000. Мне тут надо было работать. Мне надо было 100, 200, 300 таких деревьев растить. Я к этому обращался. Я уже рассказывал, это мои обиды губернатору. Помогите. Вот. Спускает вниз до этого, до поселкового совета. Оттуда злобный голос. Вы что от нас хотите? Сейчас они мне деньги принесут. Или земли дадут. Вот это реальная вещь. Смотрите сюда. Я еще раз читаю ваше. Беспощадно из года в год нарезают чернки. Деревья по натуре даже в Сибири, даже мигранты южные, они, если правильно посажены, правильно, если проведена уже работа 3-4 поколения по совмещению подбойных, когда привой получает весь сок, весь. Я же не говорю, что именно морозостойка добавилась за счет мегативной гуляции, девчата. Я говорю, что все, что дает подвой с подземли, вот этот сок неразубожный, почему я еще говорю, я не поливаю, неразубожный, передает кроне только после того, когда совмещение, вы хоть знаете, что такое сосудистая хирургия у нас у людей? Вам палец, когда отрежут его, пришьют кое-как. Разве могут соединить все сосуды? Да никогда. И вот торчит, вот такая сосиска в одном случае. Или как мой друг. Отрезали ему почку, пришили другую, через год все равно убили. Биологическая несовместимость. А вот когда первое правильно посадишь, если ты провел 3-4 вот эти операции, то есть даже не надо там 20-40 лет, как мы скрещиваем это самое ужас, ежом. Не надо этого. мы просто берем и каждый год веточку и опять на тот же самый подвой с этого же дерева. Я не хочу повторяться. Надеюсь, вы уже это знаете. Надеюсь, вы уже побежали в темире, сказали, ну есть же выход. Ну есть. и тогда она настолько здоровая, что когда я режу черенки, у меня до сих пор 30-ти, я вам показывал, страшные раны даже на моих. А держатся только потому, что изначально здоровые деревья, очень выносливые. Вот. Убить, допустим, их трудно тоже обрезкой. А сгноить, вот я вам показывал, чуть-чуть вот так вот лишнее, изначально вот столичка вот этого штамбика с корневой шейкой заглубили. Вопрос только времени. На третий год или на тринадцатый год? Почва сырая, почва сухая, почва глинистая или почва песчаная. Они же изначально любят песчаную почву. Тогда или тут три, так заглубить, три года, а там всё-таки тринадцать. Смотришь, даже абрикосом наелся. Ну вот такой мой эмоциональный ответ. И у меня гибли. Вот это вот. Вы что думаете? Где она там делась-то? Далеко было это пережить? А видишь, какой по всей стране? Сколько людей меня ненавидело в тот момент. Почему? Они то, чтобы это, они сейчас были бы моими друзьями. Они искренне верили, что я, вот как вы, когда общались с Юрием, как вы там сказали-то, это самое, что жили за в это. Ну в общем, грубое, хамское слово. Я уже забыл его. Волнуюсь. В то время тысячи людей искренне верили, что это всё враньё, чистейшее враньё. Понимаете? А это же мешало, потому что ура, уже ли зао погибли персики. А я им что, всем рассказал, как я работал за 6 тысяч садиков и продал с каждого по 50, по 70 черенков, чтобы несколько тысяч выручить. Если бы меня вот так не оскорбляли, как там, я бы, конечно, так бы сейчас себя не держал. Ваш вопрос, Ольга, почему масса деревьев, дачи, кооперативов не обрезается? Ой, какие-либо такие вопросы. Не обрезается, не формируется, не обрабатывается. По теории вашего брата они должны быть здоровыми, благого хата. А на деле парша, черный рак, манилиоз, плодожорка, тля, цитоспориоз, ну это ваша грамматическая ошибка, клястиоспориоз, кокомикоз на этих деревьях. Ну я тут вначале ответ официальный. Ответ, если они не подходили изначально, если бы, тут слова бы нет, вот жалко, если бы они не подходили изначально, если бы скромные и аронированные. Так вот, опять эти самые 10 пунктов. Это всё дело с теми, кто, вы говорите, не подходил. А теперь представим, что это всё вместе. Вы где-нибудь видели непобеленное деревье, а? Вы где-нибудь видели муравейники, они окружены дикой ненавистью. Вот. Вы видели, как тысячами, десятками, сотнями, тысяч, миллионами продают абрикосы, привитые на вишню, а груши, привитые на на эргу, на боярышник, на кустарники, на эти самые, на черноплодную рябину. Должна красноплодную умудряется. Я прошу вас, если мы всё-таки подружимся, ну найдите мне хоть одно, вот там, вы же видели, наверняка видели, сотни, тысячи деревьев, раз такое утверждение у вас, да? Вот. Не обрезается, не формируется. Вот. Найдите мне межвидовую абрикос, ну хоть одно взрослое дерево. Я один раз видел взрослое дерево, абрикос, привитый на лучу. И один раз я видел, нет, несколько раз, и один раз я видел абрикос, привитый на волосы вишню. С плодами, он наверняка мёртвый, ну хотя бы ведро на нём висело. А я там в этой информации купаюсь буквально. А теперь что получается? Это я повторил всё тоже. про муравейники, про всё. А если всё вместе это применяют? А это ещё, я вам ещё ниже чуть-чуть расскажу. Это вот.